Здравствуйте, дорогие семиклассники! Я, Нина Демьяновна Каминарец, приветствую вас на уроке русского языка. Тема урока – слитное и раздельное написание наречий. И сегодня на уроке мы ответим на вопросы. От чего зависит слитное раздельное написание наречий? Что делать при затруднениях в написании наречий? В чем особенность выражений во что бы то ни стало и как ни в чем не бывало? Почему озеро Мерцбахера можно назвать одним из чудес света? В рубрике «Слово дня» сегодня слово «феномен». Феномен – редкое, необычное явление, факт или исключительный в каком-либо отношении человек. Например, мы развивали науку, пытаясь понять устройство мира, объяснить природные феномены и использовать эти знания для улучшения нашей жизни. Слово имеет греческие корни. Однокоренные слова «феноменальный», «феноменально». Наречие – феноменальная часть речи и с точки зрения лексического значения, и с точки зрения грамматики и орфографии. Это самая молодая часть речи, которая еще не сформировалась окончательно. В чем феномен наречия, например, в орфографии? Наречие – единственная часть речи, с которой приставка может быть написана раздельно. Убедимся в этом на примере слов из кроссворда. Разгадайте кроссворд «наречие слитно-раздельно». Внимание! Закрашенный фиолетовым цветом квадрат означает, что написание наречия раздельное. По горизонтали. Слово под цифрой 1. Этот случай мне запомнится на всю жизнь. На всю жизнь. Навсегда. Слово под цифрой 3. Мы работали до изнеможения. До изнеможения. До упаду. Слово под цифрой 4. Чтобы выиграть дело, мы должны быть вместе. Вместе. Заодно. Слово под цифрой 5. Деревню лучше обойти стороной. Стороной. В обход. Слово под цифрой 7. По левую сторону находится банк. По левую сторону. Слева. Разгадайте слова по вертикали. Слово под цифрой 1. На следующий день мы пошли в горы. Слово под цифрой 2. По-моему, вы наговорились вполне достаточно. Слово под цифрой 6. Они просят о помощи не в первый раз, а всё впустую. Это слова на следующий день, на завтра, вполне достаточно. Вдоволь. Впустую. Бестолку. Определите части речи, от которых образованы отгаданные наречия. Какой вывод вы можете сделать? Слитное и раздельное написание приставок в наречиях и наречных сочетаниях во многом определяется традицией, а также тем, от какой части речи образовано наречие и наречное сочетание. Наречия могут быть образованы от других наречий, например, навсегда, подавно, от числительных, втрое, на троих, от местоимений, затем, нипочем, от имён прилагательных, напрямую, надолго, от имён существительных, вверх, на радостях, от имён существительных с предлогом, доверху, бестолку. Итак, мы с вами изучаем следующие орфограммы. Слитное написание, например, подолгу, дефис, по-моему, и раздельное написание наречий, например, за границу. При затруднении в правописании наречий следует обращаться к орфографическим словарям. Чаще всего на уроках мы обращаемся к двум словарям – толковому и орфографическому. Замечательно, если они стоят на полке с вашими учебниками. Ими можно воспользоваться в любой момент. Эти и другие словари вы можете найти в любой библиотеке по месту жительства или в интернете. Внимание, друзья! При проверке правописания доверяйте только авторитетным интернет-ресурсам, например, таким, как грамота.ру. Воспользуемся этим порталом и проверим правописание наречия в заперти. Набираем через систему поиска название портала грамота.ру. Заходим по ссылке на портал. Заходим во вкладку «Словари». Набираем слово в заперти и получаем ответ. Наречия в заперти пишется слитно. Правописание наречий, которые часто встречаются в речи, старайтесь запомнить. Для этого как можно чаще употребляйте их как в устной, так и в письменной речи. Наречия, образованные от других наречий, пишутся слитно, если образованы от наречий с помощью приставки. Раздельно, если это сочетание предлогов «на» и «до» с наречиями, употребляемыми в значении имён существительных. Отложить разговор до завтра. Выполним задание. Подберём к наречиям глаголы. Обратите внимание, данные наречия пишутся слитно. Проверим. Наречия, образованные от имён числительных, напишем слитно, если они образованы от собирательных числительных с помощью приставок «в» или «на». Например, «вдвое», «надвое». Наречия, образованные от имён числительных, напишем раздельно, если они образованы из сочетания предлог «по» плюс собирательное числительное. Подвое, по-трое, если образованы из сочетания предлог «на» плюс собирательное числительное на «ых» и «х», на «двоих», на «троих», на «шестерых». Будьте внимательны, наречия во-первых, во-вторых, в-третьих и так далее пишутся через дефис. Составьте словосочетания по картинкам. Идти плюс наречие. Построиться плюс наречие. Разделиться на команды плюс наречие. Идти по-двое, построиться по-трое, разделиться на команды по-четверо. Составьте словосочетания по картинкам. Увеличить плюс наречие. Увеличить в-двое, увеличить в-трое, увеличить в-четверо. Обратите внимание, данные наречия пишутся слитно. Составьте словосочетания поделить плюс наречие. Поделить на двоих, поделить на троих, поделить на четверых. Наречия пишутся раздельно. Но поделить на двое, поделить на трое. Данные наречия напишем слитно. Составьте словосочетания по картинкам, по модели. Играть плюс наречие. Играть вдвоем. Играть втроем. Играть вчетвером. Наречие напишем слитно. Наречия, образованные от местоимений, пишутся слитно. Постарайтесь их запомнить. Поэтому, затем, вовсе, вовсю, совсем, в ничью, причем, ни почем. Главное различать, где наречие, а где местоимение с предлогом. Нам помогут вопросы и подстановка синонимичных местоимений. Потренируемся. Слитно или раздельно. Определите, где наречие, а где местоимение с предлогом. У нас будут гости, поэтому я приготовила несколько интересных блюд. Поэтому наречие пишем слитно. По этому поводу мы уже разговаривали с тобой. По какому поводу? По этому, местоимение с предлогом. Его можно поставить после слова повод. По поводу этому. Пишем раздельно. Мой собеседник сначала помолчал, затем ответил на все вопросы. Сначала наречие слитно, затем наречие слитно. Ответил когда? Затем. Мы внимательно наблюдали за тем, что происходит вокруг. Наблюдали за чем? Местоимение можно заменить словом. Происходящее. Наблюдали за происходящим. Местоимение с предлогом пишем раздельно. Наречие, образованные от имен прилагательных, пишутся слитно, если образованы от имен прилагательных приставочно-суффиксальным способом. Например, новый, снова, строчный, построчно. Если возникли из сочетания предлог плюс полное прилагательное в падежной форме. Вручную, в холостую, на прополую. Исключение на боковую, на мировую, на попятную. Наречие, образованные от имен прилагательных, пишутся раздельно, если возникли из сочетания предлог на согласную плюс полное прилагательное, начинающееся с гласной в падежной форме. Например, в открытую, в общем. Но, будьте внимательны, наречие вообще напишем слитно. Обратите внимание, нельзя путать наречие с сочетанием имени прилагательного с предлогом. Например, говорить как напрямую, это наречие, выйти на какую, прямую улицу, предлог плюс прилагательное. Определите, слитно или раздельно напишем следующие слова. Броситься в рассыпную, слитно. Говорить в пустую, слитно. Зависимы напрямую, слитно. Зачастую равнодушны, слитно. Согласиться на мировую, раздельно. Влияние на мировую литературу, раздельно. Имя прилагательное с предлогом. Решить в общем, раздельно. Играть в открытую, раздельно. Наречия, образованные от имен существительных, пишутся слитно, если образованы от существительных с пространственным и временным значением. Например, вверх-вверх, век-навек, зад-назад, начало-сначала. Если без приставки не употребляются или теряют смысл в контексте. В заперти, с позаранку, в просаг, наяву. Исключение. Во всеоружии, во всеуслышание, без обиняков, до зарезу, на побегушках, на радостях, в сердцах. Если есть амонимичное сочетание существительного с предлогом, надеть фуражку на бок. Лошадь упала на бок. Исключение. Потрудиться на славу, на речие. Не рассчитывай на славу, существительное с предлогом. Читать стихи на память, на речие. Не надейся только на память, существительное с предлогом. Запомните раздельное написание. На века, на веку, от века, на веки вечные, во веки веков. Потренируемся. Подберите к данным глаголам наречие. Нестись на перегонки. Отказаться на отрез. Бежать в припрыжку. Наговориться вдоволь. Отвечать на перебой. Признаться во всеуслышание. Данное наречие пишем раздельно. Уйти во свояси. Ходить в развалку. Ударить на отмашь. Быть за панибрата. Попасть в просак. Говорить без обиняков. Наречие без обиняков пишем раздельно. В рубрике «Тайны русского языка» сегодня два устойчивых сочетания. Но слова в них перепутались. Соберите их во фразеологизмы. Во что бы то ни стало. Как ни в чём не бывало. Запомните, в этих наречных выражениях слова пишутся раздельно. А каково их значение? Во что бы то ни стало. Непременно. Победить во что бы то ни стало. Как ни в чём не бывало. Невозмутимо. Растёт на скале, как ни в чём не бывало. Наверняка вам приходилось слышать выражение. Это же восьмое чудо света. А что имеется в виду? Окружающие прекрасно понимают, что речь идёт о чём-то замечательном и потрясающем. Известные семь чудес света созданы руками человека. О них вы можете узнать в энциклопедиях и на различных познавательных сайтах в интернете. Но природа создаёт порой такие чудеса, от которых тоже захватывает дух. Одно из них – озеро Мерцбахера. В чём же его уникальность? Озеро Мерцбахера лежит между северной и южной ветвями ледника Энельчек, вблизи границы с Китаем. Загадка озера заключается в том, что оно раз в год в конце июля-начале августа полностью исчезает. Впервые такое открытие сделал в 1903 году немецкий учёный Готфрид Мерцбахер во время экспедиции на Хантенгре. Когда озеро наполняется до краёв талыми водами ледника Энельчек, вода внезапно покидает его. Сходу исчезает более 250 миллионов кубометров воды, оставляя на дне айсберги. Любопытное зрелище – почти совсем плоское серое дно озера с многочисленными ледяными глыбами. Озеро Мерцбахера по праву можно назвать одним из чудес света. В мире есть ещё несколько подобных феноменов – в Исландии, Швейцарии и на острове Гренландия. Но только озеро Мерцбахера точно во времени своих стоков. Подведём итоги урока. Сегодня на уроке мы ответили на вопросы. От чего зависит слитное раздельное написание наречий? Что делать при затруднениях в написании наречий? В чём особенность выражений во что бы то ни стало и как ни в чём не бывало? Почему озеро Мерцбахера можно назвать одним из чудес света? Запишите домашнее задание. Параграф 43, страницы 140-146 нашего учебника. Упражнение 248. В природе очень много чудес. Но есть не меньшие чудеса и у людей. Улыбка, веселье, прощение и нужное доброе слово. Владеть этим значит владеть всем. Спасибо, друзья, за внимание. До новых встреч!